Как себя вести водителю автобуса при обнаружении в салоне подозрительных предметов? Алгоритм действия отработали во время очередной тренировки, которую провели в Люберцах на маршруте 12-25. За ходом учения наблюдали мои коллеги. Приехав на конечную остановку, водитель выпускает всех пассажиров и проводит осмотр салона. В случае обнаружения подозрительного предмета обозначает место его нахождения сигнальной лентой и отгоняет автобус на безопасное расстояние. Покинув транспортные средства, водитель передаёт информацию в автобусную диспетчерскую и службу 112. Водитель как отработает, как проводит оповещение, как обозначение данного предмета. Ну, куда автобус отогнать в более безопасное место? От дома мы отогнали, потому что дом, если вдруг взрыв, уже дом, естественно, будет повреждение. Автобус отогнали, мало-немало, от дома где-то уже метров 70-80 есть. Пока с водителями проводят инструктаж, на месте происшествия уже работает патрульная служба. Сотрудники полиции осматривают салон. Подозрительный предмет вызывает сомнения в своей безопасности. Нужно подключать кинологическую службу. Кинолог с собакой осматривает автобус и снаружи, и внутри. Со своей работой пёс Джонни справился оперативно. Для транспортного средства служебной собакой ничего не обнаружено. Срывчатых веществ и устройств не обнаружено. Хорошо, спасибо. Действия водителей грамотные, не носят лишнего суетливого характера. Отработанные элементы у них слаженные. На данной тренировке показывают, что все службы работают хорошо, своевременно реагируют, наряды пребывают вовремя. Тренировки проводятся для того, чтобы водители всегда были бдительные, внимательные, осторожные. Любой предмет, какой бы ни был, это считается для водителя опасным. Он не имеет права открывать, не имеет права трогать, не имеет права поднять. Самое главное, чтобы водители знали правильное действие таких ситуаций. Такие тренировки для водителей межмуниципального автотранспортного предприятия номер один проводят регулярно. В Люберцах, Латкарине, Дзержинском и Жуковском они прошли успешно. Богдан Колесников, Денис Угольников, телеканал ЛРТ.